Привет, друзья! Снова с вами международный грозмейст Роман Овечкин. Извините, что был такой небольшой перерывчик у меня. Семейные обстоятельства бывают у всех. Сегодня, как и обещал, расскажу немножечко про атаку Панова в защите Карака. По просьбам, ну, по многочисленным просьбам. В защите Карака, после годов Е4, С6, Д4, Д5, размен. Ход С2, С4 характеризует вот эту самую атаку Панова. Самый логичный ход черных, конь Ф6, конь С3. И вот в этой позиции, которую очень любил получать Михаил Моисеевич Патвильник, Патриан, советских шахмат, получать, конечно, белыми. В этой позиции у черных три основных хода. Это конь С6. Развили фигуру. Очень неплохой ход. Желающим ознакомиться с тем, как здесь надо играть черными. После естественного хода конь Ф3 нужно изучить творчество Алексея Сергеевича Андреева. Есть ход Е7, Е6. И после конь Ф3 снова черные на распутье в них. Они могут сыграть слон Е7, переходя к позициям из ферзевого гамбита. Могут поставить слона на Б4, переходя к позициям, которые возникают в защите Немцовича. Мне больше нравится ход Ж7, Ж6. Фактически на доске стоит защита Тараша с переменной цвета. Ну то есть Д4, Д5, С4, Е6, Конь Ф3, С5, СД, ЕД, Ж3, Конь С6. Только хода одного темпа у нас не хватает по сравнению с защитой Тараша. Тем не менее, идея фианкетирования королевского слона, придуманная гениальным Рубинштейном, и система Рубинштейна в защите Тараша до сих пор считается наиболее опасной. Ну и по крайней мере встречается сейчас намного чаще, чем все остальные ходы. Идея очень сильная, на мой взгляд. Черные хотят давить на пешку Д4. Основные ответы белых ферзь Б3 и СД. То есть белые хотят выиграть пешку на Д5. Черные вынуждены ее жертвовать, потому что если взять ДС, то после слон БЦ4 висит на Ф7, надо ходить Е6. И белые могут хотя бы Д5 сыграть. Напасть на Е6, а в случае разменов зависнет на Ф7. С пешкой Б7. Ну как-то пешку Б7 надо защищать. При этом ход Д5 еще и не является обязательным. Если белые не играют в ферзь Б3, черным действовать на порядок проще. Потому что материалы поровну. Как играть вы можете посмотреть, есть отличный ролик, правда не мой, а Ерсаныча Призанта на канале Ерсаныча. То есть если белые не ходят в ферзь Б3, вы можете посмотреть, что делать черным. Ну, в случае Конь Ф3, на мой взгляд, не точность. Или даже там Х3 иногда играют. Ну, здесь я буду рассказывать про основную линию, к тому же показывать одну из своих пар. Слон Ж7. Черные, понятно, что должны развивать фигуры. Белые забрали пешку. То есть пока что все очень логично. И вот здесь у белых три хода основных. Четыре. Слон Ж5, Конь ЖЕ2, Слон Е2 и Ж3. Давайте я их отмечу, чтобы вы знали, что помимо хода Слон Е2, основной теоретический ход, надо непременно считаться еще вот с такими ходами. Возможно, позднее я сделаю видео по каждому из них. А может быть и не буду. То есть тут я обещать ничего не хочу. На Слон Е2 у черных тоже есть здесь очень интересная развилка. Мне больше всего нравится ход Конь БД7. Хотя имеется и ответ Конь А6. Например, ну, идея в том, чтобы после Слон Ф3, кстати, здесь снова у черных есть две возможности. Одна сыграть Ферзь Б6. С идеей в случае размена на Б6 скрыть линию А. Конь потом пойдет на Б4, заиграет ладья А8. С поля А5 сможет нападать на пешку Д5. Или наоборот, сдвоить пешки белым на Б3, что тоже выглядит для черных достаточно заманчиво. Потому что у противника появится еще дополнительная слабость. Ну, даже с таким ходом, как Б7, Б5, белым здесь надо считаться. Чтобы в случае взятия там ладья Б8, выигрываются какие-то темпы. Но мне больше, повторюсь, нравится Конь Б7, потому что после Слона Ф3, Конь Б6. Самый распространенный ход Конь Ж1, Е2. И его делают практически все. Ну, с другой стороны, а как еще белым ходить? Развивать фигуры надо. Конь Ж1, Е2. И вот здесь очень сильный ход Слон Ж4. Не Слон Ф5. То есть, есть еще люди, которые играют Слон Ф5. Рокировка Слон Д3. В надежде после Слон С4 отыграть на Д5. Но там белые протхнут Д5, Д6. И съедят на Б7. Будут играть с лишней пешкой. Черных это не устраивает. Они хотят просто отыграть на Д5. В этой партии со мной сыграли короткая рокировка. Файлик, который вы сможете скачать. В честбейсовский файлик. После просмотра ролика. Я вклеил партию с ходом, который считается основным. А2, А4. Очень важный момент. Дело в том, что если черные сыграют А7, А5. То ослабление поля Б5 будет достаточно весомым. Вообще, черным желательно отыграть пешку Д5. Не ослабляясь на ферзьевом фланге. Поэтому ход А4 является принципиальным. И естественно, черные ходят Коне Ф6. Предлагая белым сыграть А5. И забрать на Б7. Эта позиция у меня встречалась в партиях быстрой шахматы против моего друга Сергея Викторовича Вокарева. Компенсация за пешку здесь у черных великолепная. А партия вклеена, конечно, не моя. Потому что те партии были сыграны давно. В быстрой шахматы. В Екатеринбурге. Где-то в 90-е в середине. И, по-моему, компа у меня тогда не было. И занести их никуда не мог. И в тетрадку тоже не восстанавливал. Потому как был ленив. Что, кстати, очень серьезный порог. Который явно не позволил мне научиться играть в шахматы сильнее. Угрожает ладья ФБ8. Я кратенько пробегу сейчас по партии Саналвахаб-Томашевский. Белые сбежали ферзем. Но потеряли огромное количество времени. И вот у них лишняя пешка. Но обратите внимание. Эта пешка слаба. И на нее можно нападать. На нее уже давит слон. Вот так вот давление не запросим. Эта пешка слаба. Ее слон вынужден защищать. Эта пешка слаба. Ее вынуждено защищать ладья. При этом у черных есть еще какие-то идеи, связанные с переводом коня на Д3. То есть у черных шикарная компенсация. Сказать, что позиция у них абсолютно выиграна, конечно, будет большим преувеличением. Но очевидно другое. Очевидно, что в этой вот здесь вот именно черная сильнейшая сторона. И течение партии это подтвердило. Черные укрепили пункт Д5. Ход ферзь С2, конечно, ужасный. Но белым не так-то просто закончить развитие. Конь Е2 не может никуда ходить. Потому что висит на С3. Слон, как мы говорили, не ходит. Ладья вынуждена держать пешку А5. И, в общем-то, методом исключения, я думаю, белые пришли к ходу ферзь С2. Но это позволило черным уничтожить защитника пешки Б2. И заняться... Несмотря на то, что произошли размены, слабые пешки белых от этого сильнее не стали. И то, что пешка лишняя, обычно размены помогают стороне, которая ведет защиту и отбивается с лишней пешкой. Здесь размены не помогли. То есть, несмотря на это, защищать слабые пешки белым крайне тяжело. Сейчас второй конь готов отправиться через Д5 на Б4. Ладья С2 не имеет ни одного хода. Мощный слон черных теперь стреляет вовсе не в пешку Д4. Но при случае он готов перейти на пункт Б4 для давления на пешку А5. И, в общем-то, белые здесь очень быстро потеряли одну пешку. Потом потеряют другую. Ну и, в общем, всю партию мы с вами смотреть не будем. Вы ее посмотрите самостоятельно. То есть, у черных великолепнейшая компенсация за пешку. Мой противник сыграл иначе. Мой противник здесь вместо А4 сделал рокировку. Что позволило очень быстро заняться отъемом пешки Д5. Белые не успели сыграть А4, потеряв темп на короткую рокировку. В связи с чем, угрозы А5 не существует. Если белые сейчас пойдут А4, черные сыграют ладьяев Д8. И пешка Д5 упадет. Поэтому белые решили просто отдать на Д5. И теперь задача черных забрать на Д5 максимально комфортной редакции. Если непосредственно сейчас на Д5 взять, то после разменов белые сыграют ладья Ц7. И, в общем-то, они с такой активной ладьей вне зоны риска. То есть, если кто и рискует проиграть, то черные. Объективно, очень большие ничейные тенденции. Но, скорее всего, белые здесь проиграть не должны. А выиграть мне хотелось. Это чемпионат мира среди студентов. Лично командный турнир в Голландии. В 1998 году очень хотелось выиграть. Поэтому пешка сразу не забирается. Ферзь Ф5 последовала. Черные хотят пойти еще ладья Д7. Потом ладья Д8. И только потом взять на Д5. Возможно, белым стоило все-таки проверить ходом А4 серьезность намерений черных. Впрочем, ходом Ферзь Ф5 черные приготовились, скажем, уже даже к такой игре. Ж5. Конь должен куда-то отойти. На Аш3 он будет просто выключен из игры. А если он отойдет на Е2, то можно уже взять на Д5 будет. Скажем, ну вот сейчас пойти, допустим, ладья Д7 с идеей на А5 просто сыграть. Конь бьет Д5. И черные удержали свой седьмой ряд. А ведь пешка, ну она отыгрывается. В общем, удержать ее белая не в силах. Но мой противник А4 не пошел. Пошел ладья ФД1. И решил, для чего он так сыграл? Для того, чтобы захватить пространство. Итак, у белых заиграл слон. Где-то на Б6 он нападает. Пешка Д5 немножко стеснила черных. Но до пешки Д6 добраться невозможно. Пешка Б7 не висит. Да и коня белые по большому счету съесть не угрожают. Потому что у них тоже висит кольный Ф4. И в связи с тем, что этот кольный Ф4 подвисает, у черных находится следующая тактическая возможность. Теперь слон бьет Б6. Просто проигрывает из-за ферзбета Ф4. Висит на А2. И висит слон. То есть белым придется играть Ж3. И после ферзбета Х6 снова висит слон. Висит на А2. То есть можно очень быстро проиграть партию. На Б6 брать нельзя. Слон Д4 хода нет. Слон Д2 даже если и есть делать такие ходы. Не хочется там слон на Д4 может например выскочить. Поэтому белые сыграли конь Б5. И после конь бьет Е3 ФЕ. Мощный слон Ж7. Структура больше напоминает структуру из защиты. Ну скажем из Староиндийской. Или из защиты Бинони. Ну для Бинони пешки С черных не хватает. Слон Ж7 великолепен. Перевес черных не оспарит. Вскоре белые потеряли пешку. Посмотрим как это произойдет. Напали на Б2 черные. Теперь ходом ферзь Е4. Насколько я понимаю я приковал ферзя Б3 к защите ладьи С2. Для чего-то было важно загнать ладью на С2. Я сейчас уже к сожалению не смогу вспомнить свои глубокие мысли. В процессе игры, которые приходили в мою голову. Потому что ну такой маневр выглядит несколько странным. Если бы кто-то из моих учеников его проделал. Я бы обязательно попросил объяснения. Почему не сразу ферзь Е4. Вызвали ферзь Д3. После размены ферзей. У черных конечно очень комфортная игра. Конь идет на С5. Немедленно идет на С5. При случае на Е4 пешка Е3 слаба. Означение слона Ж7. Тоже я вам о нем уже говорил. Дальше белого коня не пустили на С4. Что до поля С6 очень далеко белому коню. А теперь его не пустили на пункт С4. Что лишает белых возможности давить на пешку Д6. Которые являются опорой коня С5. Поэтому белые хотят разменять коня С5. Их игра связана именно с линией С. Они просто обязаны вторгаться. А если сыграть Б4. То эта пешка встанет на черное поле. И рано или поздно ее съест наш слон. После конь Д3. Сильный ход слона С6. Напали на Е3. Конь бьет С5. Нету. И за слон бьет Е3. Шар. Потом слон бьет С5. Напали на коня. И после ладья Е2 конь Е4. Угрожает конь С3. Эта позиция выглядит совершенно выигранной. И у меня нет никаких сомнений. Что дальше я играл не точно. Потому что партия затянулась еще на добрых 50 ходов. Сейчас бы я наверное вместо кони Ф6 выбрал что-нибудь другое. Потому что теперь у нас возникла какая-то странная форсированная игра. А ну или вот здесь может быть. Стоило приберечь коня для защиты пункта Д5. Сыграть как-нибудь конь Е7. На ладья Б6. Придумать способ активизации фигур. Может быть. Как-то попытаться Д5 провести. Ну так, чтобы ладья на Д7 не попала под удар. Ну. Я решил, что любые размены в мою пользу. И в принципе это верно. У черных слон против коня. Игра на двух флангах. Лишняя пешка. Но вот если белый конь попадет на Д5. То черным не поздоровится. Поэтому следующий ход вынужден. После размена. Задача черных. Теперь снять как минимум по одной ладье. Чтобы случайно не попасть. Под контур игру. То есть, две ладьи и конь могут организовать давление, скажем, на пешку Ф7. Если пешку Ф сдвинуть, то можно вообще под матовую атаку попасть. Против этого соотношения. Поэтому одну ладью. То есть, пару ладей черным надо обязательно поменять. Причем желательно так, чтобы пешки А и Б не оказались как-то заблокированы и съедены. То есть, задача черных не так проста, как кажется из общих соображений. Да, пешка А6 не теряется, потому что на конь Б4 последует ладья Д1 шаг. Белые ушли, король Ж2. Грозит конь Б4. Ход А5 выглядит логичным. Коня на Б4 не пустили. Слон на А6 тоже стоит пока нормально. На конь Е3 черные готовы забрать на Е3, потом дать шаг на Д2 и съесть на А2. Давайте покажу, что нет такого... А, еще и у ладья Е5 связка есть. Тогда не буду показывать. Ладья С7. Белые пытаются вот как раз получить контр-игру по седьмому ряду. А черные хотят поменять ладью, но не просто поменять, а свою тяжелую фигуру хотят отправить в обжорный ряд. Белые этот ряд прикрыли. Теперь, если разменять ладьи, что в принципе входит в планы черные, у меня бы возникли подозрения, что где-то белым удастся напасть на пешку Б5, чуть ли не немедленно там. Ладья, давайте посмотрим. Почему я отказался от этого хода? То есть, конь С2, и белые хотят пойти либо конь А3 в ответ на Б4, конь С4, либо конь Д4 и в ответ на Б4, конь С6. Потеряется пешка А5, белый король ближе к центру, а это значит, что черные поторопились с разменом ладей. Приходится играть А4, чтобы разменять потенциальную слабость. С другой стороны, черные не успели, на доске же Эншпиль, не успели в этом Эншпиле активизировать своего короля, что опять же затрудняет им реализацию. То есть, я не зря сказал, что играл не точно. Наверняка, ну, то есть, там была позиция при материальном равенстве, в которой наверняка можно было добиться большего. Есть еще некоторые нюансы. Если пешка черных встанет на А3, то размен ладей будет еще более рискован для черных, так как для достижения ничьей белым достаточно будет разменять при черной пешке на А3 своего коня и две пешки, Х и Ж на пешке, Х и Ж и привести короля на Б1. То есть, слон и пешка А3 против пешки А2 при короле на Б1 не выигрывают. Ну и, соответственно, здесь тоже ладья Д2 отметается, потому что после разменов белые, скорее всего, смогут вынудить, смогут напасть на пешку А4. Черный король далеко от места событий. Поэтому черные вынуждены играть именно при таком сочетании фигур. То есть, никаких разменов. Белые... Способ защиты здесь достаточно прост и понятен. Белые должны попытаться разменять как можно больше пешек, чтобы потом осталось очевидно ничейное соотношение. А черные, конечно, уклоняются от лишних разменов и от пешечных тоже. Но, что характерно еще для этой позиции? Если черным удастся активизировать короля, король, ладья и слон могут создать матовые угрозы. И в партии так и произошло. Черные в какой-то момент, ну то есть я непосредственно, плюнули, плюнул. На эти... На размены, на активизацию белых фигур. И черный король побежал вперед. В результате чего парк... Ну вот, сейчас увидите. В общем, белые пытаются добиться разменов, черные говорят им фиг. Потом мы пытаемся комбинировать угрозы. То есть коня хотим вынудить вернуться на f3. И при случае у нас есть идея сыграть а3, и если добиваться размена ладей, то с поля b2, чтобы после ладья бьет b2, а b, белым стало не очень хорошо. Есть еще одна идея, сыграть а3, перевести слона на b2, и ладью через а1 к пешке а2 направить. То есть в этом случае белый конь вынужден будет на c2 встать. Но тут белые мне помогли. То есть мой противник увидел возможность отнятия пешки а4. Эта помощь была очень существенной. Дело в том, что пешка а4 черным, как вам должно было стать понятным из моего объяснения, не особо черным и нужна. Если она встанет на а3, то видите, конструкцию слон b2, ладья а1 мы не получаем. Ладью на b2 приведем, есть ее никто не будет. Менять ладьи на другом поле нельзя. Поэтому, что она есть, что ее нет. В общем, взятие на а4 меня сильно порадовало. Теперь задача черных получить две связанные проходные. И с помощью короля, опять же, да, конечно, забыл сообщить, что главным неудобством для черных теперь является появившаяся у белых проходная пешка а. Но пока что она очень далеко от поля превращения. И сейчас, ну, профилактика небольшая. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы пешка двинулась вперед, и белая ладья оказалась сзади нее. То есть, скажем, а4, а5, и ладья а4 делает черных уже защищающей со стороны. Поэтому срочно ладью на а1, и быстро-быстро активизируем короля. Белые пытаются докопаться до пешки f7, защищаются достаточно изобретательно, не позволяют сыграть g4. На король g6 будет шаг на c6, и непонятно, чего черные добились. Поэтому, конечно, король идет на e6, и белые отнимают пешку f7. Кажется, что вот она ничья не за горами, но не тут-то было. То есть, если белые за пешкой f7 бы не погнались, тогда две связанные при ладьях дают черным отличные шансы на победу. А здесь после короля e4 выясняется, что белые попали под матовую атаку. Ладья а2 шаг, и стандартная расстановка для окончания ладья и слон против ладьи. Позиция филидора, только у черных еще пешка g5. Угрожает ладья а1 мат, и белые сдались, потому что на король d1 последует ладья d2 шаг, на c1, если уйти, то ладья d6 шаг, и потерялся конь. Ну и после короля d1, ладья d2, король e1, ладья h2, снова висит конь и угрожает мат. И надо либо отдавать качество, после чего пешка f еще будет стоить белым коне, а может и не будет, может просто пройдет. Ну или сдаваться. Вот один из главных вариантов в защите каракан против атаки панова я вам сегодня рассказал. Ролик получился чуть более долгим, чем обычный. Следующие подварианты будут проиллюстрированы, видимо, не моими партиями. Они очень интересные. Ну вот, допустим, вернувшись назад, так, давайте я побыстрее это произведу. Вернувшись назад, мы вот к этой позиции, я немножко расскажу. Слон e2 против меня играли часто. Конь e2 тоже, но я реагировал слабо, поэтому не буду вам ничего показывать. Слон g5 со мной не играли. И g3 со мной играли компьютеры в эпоху очень далекую, когда гениус 4 правил пал. Кстати, очень неплохая компьютерная программа. Периодически било и гроссмейстеров в Екатеринбурге в марафонах по быстрым шахматам, которые проводились каждую субботу Адабашем Анатолием Григорьевичем. Но здесь очень неприятно жертва пешки для белых. Точнее сказать, жертва склада пешек. То есть вот эту позицию без трех пешек я получал против как раз гениуса 4-го. и должен сказать, что здесь у белых огромная проблема. Ну, я, может быть, позднее что-то расскажу вам. Ну, хода слон Е3 нету из-за ладья бьет по 2. А может быть, прямо сейчас давайте закончим с этим. На слон Ф3 очень неприятен ответ конь Д5. Теперь на рокировку последует конь бьет С3 и белым надо остаться либо без фигуры после БЦ слон бьет Е2 либо без качества. После конь бьет С3 слон бьет Ф1 но при этом пешка Д4 слаба. Пешка Б2 и А2 пешки их проходными назвать сложно пока они вперед ни на шаг не продвинулись. Ну, а взятие на Д5 проигрывает что слоном, что конем из-за ладья бьет Е2 слон бьет Д5 висит ладья и в ответ на рокировку не оставаться же без ладьи ход ладья А8 выигрывает ферзи. Вот на этой мажорной ноте наверное мы с вами сегодня расстанемся. Когда я запишу следующий ролик по каракану пока что не знаю. Так я при подготовке вот за последние несколько дней нашел еще несколько партий которыми мне бы хотелось срочно с вами поделиться. Спасибо за внимание. С вами был международный гроссмейст Роман Овечкин. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки и так далее. До свидания.